всем привет дорогие друзья сегодня с вами я папа накормит а значит вы на передаче папа накормит и сегодня я решил вас удивить интересным легким достаточно ярким и летним салатом которым я буду использовать вот такую вот всеми знакомую стеклянную лапшу вот название этого салата как бы такого нет просто вкусный салат со стеклянной лапшой крабовыми палочками и кусочком буженина все поехали будем готовить для начала друзья нам нужно обжарить омлет приготовить то есть салат этот больше наверное относится к японской кухне у них есть такой интересный омлет который продается уже готовый они его тоненько жарят он уже готовый продается и они его спокойно используют в кулинарии у нас такого омлета в продаже мы не нашли поэтому приготовим его сами подсаливаем немножко яйца два штучки достаточно и нужно хорошо хорошо взболтать до однородной массы чтобы белок хорошо разошелся желтком включаем нашу плиту все и ставим где-то средненький огонь чтобы сильно сразу у нас не вспенился я уже сколько вам до рассказывал что если хотите приготовить идеально хорошую яичницу ее нужно отправлять яйцо именно на холодную сковородку для того чтобы она вот так вот не пузырилась то есть масло хорошо сейчас у нас немножко подогреется его нужно будет распределить полностью по сковородочке и приготовить омлет ну вот где-то вот такой толщины буквально пол сантиметра этого будет достаточно два яйца на количество этого нашего салата так друзья все выливаем яйцо на сковородочку вот так вот распределяем хорошо видите она уже начинает схватываться потихоньку помаленьку то есть нам не нужно чтобы насильно прямо у нас так прижарилась запузырилась этого будет достаточно надо будет просто с двух сторон все это дело обжарить и все все друзья омлет я поджарил уже теперь смотрите у меня есть такая кастрюлька которая мне нужно будет отварить саму лапшу вот эту вот стеклянную нашу поэтому мы ее ставим на максимальный огонь а пока она будет у нас закипать подготовим другие ингредиенты у нас здесь есть мясо крабовые палочки и огурцы начнем с овощей берем огурчики отрезаем от них третьего части в них скапливается основная горечь берем экономку и вот таким вот образом то есть не все вот эти вот основные пупырышки надо будет срезать со вторым огурчиком проделываем то же самое раз все то что нам не нужно убираем теперь огурцы разрезаем напополам здесь что я вам рекомендую убрать семена обязательно то есть здесь можно просто воспользоваться чайной ложечкой и вот так вот аккуратненько раз их убрать для чего мы это делаем они семена дадут выделят то есть очень много воды и салат станет водянистым огурчики нужно будет нарезать вот таким вот образом не сильно тонко то есть вот так вот прям таким образом не нарезаем теперь у нас есть вот такой вот кусочек буженины смотрите мы его разрезаем вот так вот то есть резать моего будем соломкой толщина где-то но кусочка у нас должна быть около полу сантиметра может быть даже больше то здесь не обязательно соблюдать чтобы была текстура то есть одинаковая у салата здесь можно использовать разную толщину кусочков но не сильно прям такую все должно быть комфортно то есть уж сами понимаете салат мы готовим который придумали азиаты они у нас едят естественно палочками то есть они его делали всегда для удобства чтобы брать вот именно все кусочки палочками крабовые палочки крабовые палочки берите хорошие то есть чтоб они не разваливались но знаете есть крабовые палочки которые вот например как у меня можно вот таким вот образом расправлять на волокна а есть крабовые палочки которые так на волокна не расправляются их нужно резать то есть не принципиально но лучше брать вот такие я все равно вот так вот порежу то есть режем так дорогие друзья водичка у нас уже закипела смотрите берем лапшу и все и вот сюда вот закидываем и она у нас варится где-то около пяти минут кипит и все и нам останется так как ингредиенты мы уже все нарезали приготовили нам останется просто все добавить смешать получится вкусно поэтому ждем когда сварится лапша пять минут прошло лапша уже полностью сварилась сейчас я его возьму откину на душлаг пролью ее холодной водой для того чтобы процесс варки остановить чтобы она охладилась полностью и уже начнем готовить наш замечательный салат и так все лапшу я друзья хорошо промыл пересмотрите что я делаю то есть я ее душлага откидываю на бумажные полотенца и немного нужно вот так вот промокнуть то есть забрать из нее лишнюю влагу и так хорошо слилась я рекомендую еще использовать вот такие вот полотенце берем миску добавляем в нее лапшу теперь лапшу нужно подсолить потому что заметив процессе варки мы ее не солили то есть фунчоза она пасть сама по себе напитывается соусами различными поэтому ее солят всегда в конце либо добавляет приправы черный молотый перец достаточное количество и мы здесь используем в качестве заправки майонез смотрите на вот это количество здесь лапши около 100 грамм в сухом виде при варке где-то грамм получается 400 как раз 4 порции мы используем три столовые ложки с горкой майонеза майонез добавили и сейчас нужно все это таким вот образом саму лапшу перемешать все немножко вот так подмешали теперь начинаем закидывать наши ингредиенты добавляем ломтики буженины здесь буженина я не сказал да не обязательный ингредиент можно также использовать корейку можно использовать ваше любимое мясо главное чтобы оно было без сала все сюда добавили дальше огурчики огурчики сюда крабовые палочки пока отставлю в сторону и добавим наш прижаренный омлет такой у нас получился это же быстро вот таким способом мелко 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 ножичком покрошу и все добавлю сюда и мне осталось все тщательно вот таким вот образом перемешать так друзья все салатик я перемешал сейчас его нужно просто выложить огурцы вилкой таким вот образом берем лапшу раз стала пшу выкладываем теперь к ней дополнением вкладываем наши крабовые палочки все дорогие друзья вот такой вот салат мы приготовили легкий свежий очень вкусный и сытный поэтому пользуйтесь моим рецептом готовьте пробуйте с удовольствием а я сегодня с вами прощаюсь все всем пока пока до новых встреч не забывайте смотреть нас на канале нтк 21 подписывайтесь на нас соц сетях ссылочки на них в этом видео вы увидите все оса я с вами прощаюсь до свидания до новых встреч